здравствуйте друзья об этих и подобных им аккумуляторах я неоднократно писал и в своем telegram канале и в разделе сообщества на youtube мне кажется это отличный способ решения проблемы замены батареек недавно в одном комментарии меня спросили а делал ли я обзор на них и я ответил что нет а потом подумал а почему бы и нет все что нужно для тестирования у меня есть можно снять небольшое видео и показать на что реально способны эти аккумуляторы и так давайте разберемся подробнее в чем изюминка такого варианта аккумуляторов и соответствуют ли они заявленным параметрам а перед тем как мы начнем традиционно прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше я заказал аккумуляторы двух самых распространенных форматов 2 3 а которые в быту называют пальчиковая мизинчикова или как-то в таком роде они довольно часто используются в различных устройствах умного дома датчики термоголовки и так далее продаются они в коробках по 4 штуки соответственно в заказе будет кратное четырем число комплекте идут пластиковые кейсы для хранения каждому комплекту из четырех аккумуляторов полагается зарядный кабель он занимает один usb порт и при этом может заряжать сразу два аккумулятора это еще одно достоинство вам не нужно иметь отдельное зарядное устройство в чем отличие этих аккумуляторов от более привычных никелевых обратите внимание что напряжение питания обычной батарейки она справа полтора вольта а напряжение никелевого аккумулятора он слева 1 и 2 вольта для фонарика или пульта от телевизора это не сильно критично а вот умное устройство будет постоянно сигнализировать о низком уровне заряда а может вообще не работать а у литиевых аккумуляторов напряжение как раз полтора вольта как у батареек и таких проблем не будет обратите внимание что тут указано не стандартная емкость миллиампер часах а количество энергии в мили ватт часах на мой взгляд это удобнее чтобы получить миллиампер часы нужно этот показатель разделить на напряжение получится 1670 миллиампер часов до версии 2а и 800 миллиампер часов до версии 3а порт для подключения зарядного кабеля встроен сам аккумулятор версии 2а он находится на верхней контактной площадке кстати можно использовать и обычный usb-c кабель от телефона например у версии 3а на контакт разъем не помещается поэтому сделан сбоку очень важный момент при зарядке обязательно извлекать аккумулятор из устройства иначе она может выйти из строя при помощи комплектного кабеля вы можете заряжать сразу два аккумулятора причем благодаря usb порту для этого можно использовать и зарядку от телефона и компьютеры телевизоры powerbank аккумуляторы 3а в зигби датчики температуры и влажности со размерами все в полном порядке помещаются в батарейный бокс отлично напряжение полтора вольта поэтому датчик показывает адекватный уровень заряда при работе с никелевыми аккумуляторами при полном заряде датчик какое-то время работает но показывает примерно половину заряда но очень скоро отключается при этом эти же аккумуляторы без дополнительной зарядки еще очень долго будут работать например в пульте от телевизора при зарядке на аккумуляторах мерцает зеленый светодиод когда аккумулятор будет заряжен диод будет гореть постоянно теперь один показательный момент сейчас кабель который торчит из usb порта аккумулятора никуда не подключен на его контактах нормальное рабочее напряжение полтора вольта подключаю кабель к powerbank аккумулятор заряжается и напряжение на его полюсах прыгает до 5 вольт поэтому его нужно доставать из того устройства где он используется иначе она выйдет из строя проведем тест емкости режим фиксированная мощность в три десятых ватта это сделано специально так как в реальном применении мощности еще ниже большинстве случаев даже не в разы она порядке это будет длинный тест но мы получим более реальный результат ток нагрузки порядка двух десятых ампера тест длится более двух часов отдано шесть десятых ватт часа энергии это более 400 миллиампер часов напряжение в норме полтора культа пятый час теста отдано 1 и 2 ватт часа энергии или почти 850 миллиампер часов примерно половина от ожидаемой емкости напряжение в норме тест завершился за 6 часов 24 минуты мощность напомню была постоянная три десятых ватта с это время аккумулятор отдал одну целую девять десятых ватт часа энергии или 1297 миллиампер часов это около 77 процентов от заявленного номинала надеялся хотя бы на 80 85 процентов но по факту столько полностью разряженный аккумулятор при зарядке потребляет чуть более двух ватт энергии в аналогичном режиме три десятых ватта разрядим и 3а аккумулятор тут пришлось использовать сторонний четырехпроводный фиксатор так как бокса для такого форм-фактора на штатном переходнике от электронной нагрузки не было еще одна особенность работы этих аккумуляторов то что напряжение тут держится все время на одном уровне плавного падения нет когда он разряжается внутренняя защитная плата просто отключает аккумулятор результат теста на такой мощности получился всего в шесть десятых ватт часа или 367 миллиампер часов это 45 процентов от заявленной емкости после первого теста я ожидал результат плюс минус такой же тест я повторил дважды на разных аккумуляторах результат каждый раз был примерно одинаков что можно было бы предположить слишком большая мощность тем более что при использовании в датчиках ток нагрузки будет сотни раз меньше поэтому я провел тест в режиме постоянного тока пять сотых ампера соответственно мощность при напряжении полтора вольта составит 75 тысячных ватта в четыре раза меньше чем было на первом тесте посмотрим как это повлияет на ситуацию чудо не случилось вышло даже меньше всего четыре десятых ватт часа или 330 миллиампер часов результат ватт часах за счет округления больше отличается от предыдущего теста чем миллиампер часа процентах это чуть более 41 от заявленного достоинством такого решения как я и сказал стоит отнести стандартное напряжение питания полтора вольта удобство зарядки через кабель usbc отсутствие эффекта памяти и достаточно большое количество циклов заряда-разряда для литиевых аккумуляторов минус емкость не соответствует заявленной причем для моделей 2а еще в каких-то пределах порядка 80 процентов это более-менее нормальная ситуация для китайских аккумуляторов то для 3а более чем в два раза это уже слишком я открыл спор о несоответствии параметров посмотрим что получится благо доказательства у меня все есть рассматривать к покупке с учетом всех обстоятельств можно разве что аккумуляторы 2а на распродажах бывают хорошие предложения мнение обошлись по 4 доллара за штуку думаю что в результате это будет выгоднее чем покупать батарейки версии 3а стоили мне по 2,7 доллара за штуку пойдут в датчики и пульты но покупать их советовать не буду на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании вы найдете ссылки на аккумулятор и оборудование показанное видео там же вы найдете и ссылки на мой telegram канал страницу facebook и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира спасибо за субтитры Алексею Дубровскому